МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если вы купите даже довольно дорогой шоколад или конфеты, есть большая вероятность встретить в составе массу разных заменителей. Полностью натуральный шоколад – редкость. Технологи убеждают, что все делается ради нашего же удовольствия при одновременной экономии, так, дескать, лучше. Но всю ли правду они говорят о сладостях с элементами фикции? Кондитер, автор удивительных шоу-тортов, Марина Синицкая обожает настоящий шоколад. И готовить из него, и есть. Я больше всего люблю имногорский, потому что он самый ароматный и насыщенный. При этом Марина, как профессионал, ничуть не против кондитерской глазури. В ней вместо масла-какао – другие растительные жиры. С глазурью работать намного проще в качестве декора. Растопил, начал работать, что-то не получилось, перетопил, переделал, и у тебя процесс не останавливается ни на минуту. Для наглядности Марина приготовила десерт в двух вариантах. Один из настоящего шоколада, который нужно растопить, охладить особым образом, это называется темперирование, и ни в коем случае не перегреть. А вот глазурь для второго десерта достаточно лишь размягчить в микроволновке. Чуть позже обязательно их продегустируем и попробуем найти отличия. Что вообще такое настоящий шоколад? И почему его стремятся заменять? Вопрос в цене. Как трудоемко выращивание какао-бобов мне показали в Эквадоре. Это все какао-деревья, вон флоды висят, я вроде правильно пришел. Но почему здесь так отвратительно воняет? Я не был готов. Сейчас узнаем. Дочь владельца фермы, девушка со сказочным именем Нинфа, объясняет. Изначально индейцы использовали только сладковатую кисловатую мякоть плодов для производства алкоголя, а семечки выбрасывали. Но потом выяснилось, если оставить их на свежем воздухе на несколько дней, то бобы забродят под действием всегда витающих в воздухе спор диких дрожжей. Какао на этапе ферментации вовсе не похоже на деликатес. Мы сушим какао четыре дня. За это время забродившая мякоть впитывается в бобы. Это зерно почти готово, чтобы делать шоколад. Если боб не впитает эту брагу, запах которой тут стоит, у шоколада не будет аромата. Но я не чувствую никакого аромата шоколада. Ну да, пока еще нет. Пока пахнет, как крепкая выпивка. Вообще-то очень неприятно. Неудивительно, что какао-бобы от разных производителей имеют разный вкус. Ведь и условия выращивания отличаются, и сорта, и ферментация – это искусство. Успех тут зависит от множества факторов, включая погоду. У принимавших меня эквадорцев все получилось на славу. Это стало понятно, когда мы начали нагревать готовый продукт. Во время жарки какао приобрело волшебный аромат. А потом отправилось в мясорубку. Из сухих, казалось бы, зерен получается неожиданно сочная и маслянистая паста. Мы заварили ее в виде напитка, но для производства шоколада из этой массы обычно выделяют какао-масло. Салют! Что происходит дальше, мне показал известный бельгийский кондитер Фредерик Бландель. Он охотится только за лучшими какао-бобами и делает из них настоящие шедевры, без заменителей. Лично ездит по миру договариваться с фермерами и все дегустировать. Вот это сырье, например, из Коста-Рики. Видите? Они очень-очень большие, выращены, без химикатов и даже без удобрений, поэтому процесс идет очень-очень медленно. У моего поставщика-фермера всего 50 гектаров плантаций, и в год с гектара он получает только 700 килограммов. Конечно, это не может стоить дешево. Фредерик говорит, что по аромату может рассказать всю историю бобов. Как они хранились, как проходила ферментация, даже угадать год урожая. У себя на фабрике шоколатье контролирует каждый градус и секунду нагрева. Если все сделано правильно, шоколад будет по классической формуле таять во рту, а не в руках. Именно такой эффект дает натуральное какао-масло. Это не конфета, а произведение искусства. Большое спасибо. Чтобы все это создать, требуется действительно много времени. Она действительно отличается по текстуре и вкусу. Удивительно. В чем же разница у дешевых аналогов? Мы привезли несколько российских шоколадок специалистам Бельгийской какао-лаборатории при Генском университете. Один из вариантов стоит всего около 40 рублей за штуку. Это так называемая шоколадная плитка, где вместо какао-масла его заменители. Я чувствую вкус сложных жиров. Мне не нравится вкус. Он отличается от шоколада на основе какао-масла. Значит, его тут нет. В Европе такое называют имитацией шоколада или шоколадной фантазией. Но это точно не настоящий шоколад. А вот популярный российский молочный за 100 рублей и еще один за 120 заслужили похвалу профессора шоколадных наук. Эти образцы дороже, ведь делаются из настоящих бобов, цены на которые зависят от урожая. А еще в мире неуклонно растет потребление. И недавно стоимость какао-бобов взлетела на бирже до исторического максимума, выше 6 тысяч долларов за тонну, вызвав даже полушуточное предложение начать выращивать их в России, чем покупать за такие деньги. Кстати, использовать дешевые замены в нашей стране начали вовсе не в 90-е, как кто-то может подумать. Еще с 60-х технологи стали придумывать новые рецептуры ради удешевления и налаживания политико-экономических связей. Индонезия тоже вполне, так скажем, рассматривалась как возможный дружественный, да, такой вот союзник. И помочь экономике, закупив большие объемы, это тоже считалось не лишним. Кроме того, это было значительно дешевле, вполне натурально. И с каждым годом объемы закупленного пальмового масла все увеличивались и увеличивались. Историк Анна Хорошева говорит, что в основном растительные жиры использовали для получения маргарина, их стали класть в молочные продукты и детские смеси, в хлеб и кондитерские изделия, в частности, в вафельные торты и глазированные сырки, в глазурь для эскимо. Я очень любила зефир в шоколаде, да, и вот как раз в 90-е я помню, что он стал липнуть, вот эта глазурь стала липнуть на зубах, чего раньше не случалось, и я помню, что я надолго прекратила, так скажем, выпрашивать эту сладость у родителей. Совершенно был несъедобный какой-то вот. Многие вспоминают сладкие плитки, пальма и привет на твердом жире, так тогда называли пальмоядровое масло и масло кокоса. Они стоили в несколько раз дешевле настоящего шоколада, но и на вкус отличались сильно. Сейчас заменители масла какао делаются из мякоти кокосового ореха, ядер или мякоти плодов масличной пальмы, рапса, подсолнечника, сои и хлопка. Стоит это все недорого и идет в основном в бюджетные сладости. Есть и более похожие на правду, и не такие дешевые заменители, они называются эквивалентами масла какао. Это комбинации из семи тропических масел – ореха ши, косточек манго, авокадо и так далее. По своим свойствам они полностью идентичны жиру натуральных какао-бобов. И глазурь на эквивалентах ничем не отличается от шоколада ни по вкусу, ни по виду. Например, при длительном хранении она посидеет, так же, как натуральный продукт из какао. Даже не все технологии могут отличить шоколадную глазурь от шоколада. У нее очень высокое качество, она обладает той же полкостью, твердостью и хорошей текстурой, консистенцией. И также вкусоароматические свойства у нее очень похожи на шоколадную массу. Крупные кондитерские фабрики охотно используют эквиваленты. Они позволяют и снизить цену, и упростить производство, дав стабильное качество. И выглядят очень привлекательно для потребителя. Когда вы разручили конфету глазированной шоколадной глазурью, она должна быть блестящая. Она должна быть красивой, как будто вы ее только с конвейера взяли. Но результат, конечно, отличается у разных производителей. И вопрос, не наносят ли такие фокусы с составом вреда нашему здоровью. Скоро мы с экспертами все выясним. И даже совершим буквально смертельный номер. Продегустируем заменители шоколада в чистом виде. На что они похожи? И легко ли их узнать в готовом продукте? Не переключайтесь. Впереди еще много интересного. Это «Живая еда». Программа, в которой я, Сергей Малоземов, выясняю, что вредно, а что полезно. Как распознать шоколад на заменителях? И чем он может быть опасен для здоровья? Это тема расследования недели. И прямо сейчас его завершающая часть. В начале программы мы показали, как долго и трудно выращиваются и обрабатываются какао-бобы. Их ферментируют, потом жарят и перетирают, получая порошок и драгоценное масло, из которых и создают настоящий шоколад. Но он слишком дорог. Чтобы его удешевить, многие производители заменяют масло какао другими, более дешевыми растительными жирами. Как вообще они выглядят и каковы на вкус? Попробуем вместе с кондитером Мариной Синицкой и Натальей Рубан, завкафедрой кондитерских и сахаристых изделий, субтропических и пищевкусовых технологий Российского биотехнологического университета. Наш первый образец – это эквивалент масла какао. Глазурь, в которой есть такой компонент, по словам экспертов, не отличить от настоящего шоколада. Обезличенный продукт без вкуса, без запаха. Вкуса действительно здесь никакого особого отдельного нет? Нет отвращения. Просто нейтрально, приятно, неплохо. Похожие ощущения и от других, более дешевых заменителей. Пальмовое масло даже оказалось довольно приятным. У меня ассоциация с каким-то кремом с торта, может быть, из моего советского детства. Что-то такое, ну, маслянистое, конечно, но в целом... Масляный крем на советских тортах, да, с розочками и с лепесточками. Ну а как заменители влияют на вкус готового продукта? Марина создала два десерта. Один в натуральном шоколаде, другой в глазури. И мы попробовали угадать, где какой. Для эксперта загадка оказалась несложной. Очень выразительный вкус какао-бобов и очень такой приятный запах. Колкость, хруст, шоколад. На втором десерте глазурь сделана с использованием пальмоядрового масла. И это сильно отличается. Сначала бросается на первый взгляд сладость и масло. И только потом уже какао. А в шоколаде наоборот. Сначала какао, а потом уже сахар. Мы еще попробовали несколько шоколадок из магазина. Кондитерская плитка на заменителях за 38 рублей, тоже на пальмоядровом масле, сразу выделялась сильным запахом ванильного ароматизатора. А какао почти не чувствовалось. Совсем иные впечатления от образца за 100 рублей без заменителей. Вкусие, послевкусие, еще послевкусие. Вот первое вкусие, это как раз вот этот вот какао-боб. Ну, то есть какао тертое, масло какао. Ну, то есть именно шоколадный. Вкус не тает, во рту жевать его не нужно. Я тоже считаю, что это молочный шоколад. Настоящий шоколад, да. Не подвела и самая дорогая плитка в нашей подборке за 185 рублей. Она тоже не содержала заменителей. А вкус и аромат какао были очень выражены. В общем, в чистом виде отличить натуральный шоколад вполне реально. И не стоит сильно экономить на плитках. Самые дешевые точно будут на заменителях. Кстати, как ни странно, надписям на этикетках вполне можно верить. Производители в последнее время все реже отваживаются класть то, о чем не написали. Недавняя масштабная проверка Роскачества не выявила незаявленных замен в составе. Кстати, в интернете есть много советов о том, как в домашних условиях распознать суррогаты. Реально ли это? Например, блогеры рекомендуют заморозить сладость. Вроде бы натуральное должно побелеть. У нас оба образца и настоящий, и с заменителями после морозилки выглядели одинаково. Предлагают еще топить в стакане воды. Если всплывет, значит, продукт ненатуральный. И этот тест не удался. Оба образца пошли ко дну. Плотность шоколада вообще бывает разной, и это нормально. Напоследок мы решили зажечь. Ведь в интернете говорят, что хороший шоколад должен не гореть, а плавиться. Ну, такой белый дым. Почти как при выборах Папы Римского, да? Такое ощущение, что одинаково сгорает, одинаково коптится, с одинаковой скоростью. Я не вижу вообще никакой разницы. Я тоже не вижу. И этот способ оказался неработающим. И мы видим такой результат не впервые. Как-то раз уже пытались поджечь несколько образцов шоколада разной цены плюс дешевую кондитерскую плитку. Она, полная заменителей, тлела еле-еле. А горели как раз натуральные образцы. Это ничего не говорит о качестве продукта. Кстати, а стоит ли избегать заменителей, боясь какого-то особого вреда для здоровья? Если бы не программа «Живая еда», когда бы я еще съела шоколад? Наш постоянный эксперт, врач-диетолог Марина Макиша иногда позволяет себе немного сладкого и не запрещает пациентам, но только по чуть-чуть. Конечно, она рекомендует натуральный горький шоколад. Там меньше сахара, но больше какао-продуктов, которые имеют полезные антиоксидантные свойства. Заменители при этом не опасны. Раньше при обработке растительных жиров образовывались трансжиры. Они при частом употреблении могут приводить к развитию сердечно-сосудистых заболеваний. А сейчас используются другие технологии, и контроль ужесточили. Но вредным для здоровья может быть любой шоколад, даже самый натуральный. Не нужно бояться, что пальмовое масло будет где-то откладываться в сосудах, приводить к образованию холестериновых бляшек. Мы напоминаем, что за количеством жиров в рационе важно следить. И проблемы, которые возникают со здоровьем, связаны с набором веса. Из-за избыточного потребления жирных продуктов, а не из-за того, что вы едите пальмовое масло. Важно просто не есть много сладостей. Избыток сахара и жира, то есть калорий, еще никому не приносил пользы. У натурального шоколада, кстати, есть еще одно важное преимущество. Он, благодаря яркому вкусу, скорее всего, удовлетворит вас меньшим количеством, что, безусловно, будет позитивно. Ищите на этикетке признаки хорошего продукта. Ингредиенты под названием какао-тертое и масло какао. И обычно за такие не жалко бывает заплатить чуть больше. Ради настоящего шоколадного удовольствия. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова